Бюджет нового военного пакта включает почти 6 миллиардов долларов на покупку оружия, плюс дополнительные денежные средства для проведения операций и исследований в области обороны. Лидеры приветствовали соглашение как историческую веху для Европейского Союза. Всего год назад большинство из нас и большинство во всем мире считали это невозможным. Сторонники пакта говорят, что он устранит ряд проблем, с которыми европейцы столкнулись, например, в ходе операции в Ливии в 2011 году, когда европейские союзники полагались на авиацию и боеприпасы из Соединенных Штатов. А три года спустя вторжение России в Крым убедило многих европейских лидеров в необходимости более тесного военного сотрудничества. Появилась возможность, и страны ею воспользовались. Лидерами выступили в первую очередь Германия и Франция. Выборы Дональда Трампа президентом США создали политические предпосылки для заключения договора. Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим. Несмотря на последующие заявления о поддержке Альянса, в Брюсселе сомнения остаются. В Европе существует сильное подозрение, что Америка больше не придет на помощь, и что нам нужно самим позаботиться о росте военной мощи. Второй момент – Brexit. Великобритания всегда критиковала европейскую интеграцию обороны на уровне ЕС. Великобритания, которая покидает ЕС в 2019 году, пообещала поддержать новый пакт. Мы думаем, что идея многообещающая, и мы ее поддерживаем. Цель пакта – повысить уровень сотрудничества в области европейской безопасности. Специалисты считают, что это не противоречит уставу НАТО. Представители НАТО говорят, что на самом деле они не видят риска дублирования. Они видят необходимость в том, чтобы европейские страны тратили больше средств на оборону и более тесно сотрудничали. Аналитики говорят, что Великобритания боится оказаться в тисках между НАТО и Европейским Союзом. Она может присоединиться к новому европейскому пакту, но только предоставив значительные финансовые средства.